Друзья, друзья, давайте продолжать. Я приглашаю всех, кто у нас в зале находится, занимать свои места. У нас сейчас последний докладчик будет. Все, кто смотрит нас в онлайне, возвращайтесь к нашей трансляции. Мы скоро продолжаем. Итак, сейчас у нас будет рассказ о том, как кукбук, основанный на Railway Oriented Programming или РОП, изменил жизнь разработчика и лидера к лучшему. И рассказывать об этом будет бэкэнд-разработчик и СТО из Газпромбанка Максим Морев. Прошу приветствовать. Раз-два, раз-два, раз-два. Тебя слышно? Отлично. Так, вручаю тебе управляющий тотем. Ну чего, как дела? Хорошо. Главное с этой штукой подружиться. Ну, тут одна кнопка, я думаю, что не сложнее, чем РОП. Итак, давайте начинать. Максим, тебе слово. Привет, разработчики. Я расскажу сейчас, о чем мы поговорим. Интересно, зачем вам смотреть мой доклад? Я поделюсь опытом, основанным на лучших инженерных практиках, книгах, докладах и личным опытом. Я сторонник двигаться от теории к практике, и при этом сторонник простой подачи каких-то сложных концепций, потому что часто у нас нет времени углубляться, нам нужно разработчикам передать опыт быстро и эффективно. Я точно знаю, что в любой системе есть базовые принципы, на которых строится успех. Например, спорт, вот мы часто пишем велосипед, а есть такая штука в велосипеде, как стойка, называется хинджи. Вот ты встал с горы, купил велик за 300 тысяч, еще 200 заплатил за трансфер и херачишь, чтобы не убиться с горы, с большой вероятностью, что ты убьешься. Вот еще это похоже, когда техлит у него подрывает пукан, потому что он взял минорную задачу и думал, что он сейчас за два часа все сделает, а уже четыре часа в функционально-императивном гибридном коде роется и не может понять, что вообще происходит, потому что код получился запутанным. В общем, если ты не умеешь стоять, даже там в восточных единоборствах или на велике на ногах, ничего хорошего не будет. В изображении тоже есть концепция, правила третей. Ну, это такой вот просто пример аналогии базовых принципов. Расскажу кратко вам о себе на следующем слайде. Доклад будет интересен разработчикам, он не зависит от языка, от его концепции. Далее кратко расскажу про кукбук, какие проблемы он решает. Поговорим про дизайн кода, про валидную доменную модель, потому что я считаю это базовым кирпичиком разработки в гибридном стиле, где мы используем ООП, функциональную парадигму, императивный стиль. Современные языки позволяют, благо, все это делать. Расскажу кратко про pipeline-oriented programming и отправлю смотреть доклад автора. Будет много референсов на тех людей, которые привнесли эти определения, книги. То есть, ну и сам доклад, ссылкой мы выложим в конце под видосиком, чтобы можно было пользоваться ссылками. Про R.O.P. тезисно расскажу, сделаем выводы, если успеем, и поделимся. Чем мы там в конце? А, и списком книг поделюсь, да. Погнали дальше. Так, я разработчик с опытом примерно 13 лет, может больше. Люблю свою работу, люблю писать код. Я software craftsmanship enthusiast, это значит, я пробую разные технологии, разрабатываю на Flutter, на Kotlin, на Java, экспериментирую с DevOps инструментами, Linux Fun, и в целом я бэкэнд-разработчик и CTO в Gazprom банке. Тут мои контакты, у меня есть мой лог в Телеграме, где я пишу про юзабельный код и разные полезные технологии. И также собираю какие-то рецепты, чтобы в итоге получилась онлайн-книга, получилась онлайн-книга с рецептами, с подборками, чтобы можно было быстро разобраться и писать лучше код, больше зарабатывать денег и все такое. Короче говоря, когда мы становимся профессионалами, мы достаточно быстро разрабатываем качественный код и двигаемся дальше. И вот, собственно, когда я вам показывал стойку на велике, когда ты с горы носишься, то есть если все хорошо у тебя получается, ты идешь дальше от проекта к проекту, чтобы заработать совместно с бизнесом больше денег, тебе нужна система, чтобы передать знания. тебе нужен какой-то подход, чтобы у тебя не подрывало пукана от того, что код получается не таким понятным, как он может быть, чтобы не говорить постоянно об одних и тех же базовых принципах, не упарываться в код-ревью по гайдлайнам, там и по чистому коду и так далее. Можно создать систему. У меня получилось благодаря классным инженерам и опыту. Я с вами этой системой делюсь. Я не буду повторяться, рассказывать вам полностью про кукбук, потому что есть выступление на J-Point, есть ссылка на гид. Кукбук – это книга рецептов по описанию бизнес-логики в понятном стиле. Там, короче говоря, какие плюсы и минусы этого кукбука я осознал. С одной стороны, я собрал полностью всю концепцию, потому что человек я нетерпеливый и люблю видеть исходный код. Вы скачиваете приложение, анализируете его и учитесь. И там есть в RedMiche список всех паттернов, которые там применяются. Это как такие пасхальные крошки, чтобы вы могли самостоятельно углубляться в те или иные паттерны. Соответственно, минус этого в том, что там дофига всего, и как бы на квадратный сантиметр куча терминов, типа DDD, TDD, ROP, TDD, Type-Driven Development, Test-Driven Development. О, блин, что такое? А мне нужно через два недели написать сервис, чтобы не подгорало у разработчиков. Хочется очень просто подавать. Короче, кукбук этот работает. Он проверен на реальных событиях, на реальных людях, в реальных проектах. Он на проде, в Газпромбанке. Это уже его вторая итерация. Один проект на нем написан. МВНО. Мы реализовали много сервисов в цифровом рубле на Kotlin с использованием этого кукбука. Чем он хорош мне как лидеру? Я быстро погружаю разработчиков в методологию. У разработчика уходит неделя на изучение кукбука. То есть я делаю опрос и говорю, так, привет, как тебе кукбук? Ну, нормально, вроде все разобрался, все понял. Дальше люди начинают писать код. И это все работает, получается, но есть нюансы. Вот о каких-то базовых вещах мы сегодня и поговорим, чтобы не углубляться дальше. Потому что сам кукбук уже у вас есть. Дальше вы сможете с ним разобраться. Он помогает оценивать работу и делегировать работу. То есть можно видеть просто, что за код в ГИТе и понимать, все ли в порядке. Также делегировать, то есть ты можешь делегировать техлиду эту разработку, и дальше уже люди это применяют. Разработчик получает юзабельный код, эссенцию лучших практик вот здесь и сейчас. То есть не надо три или больше, сколько лет я собирал всю эту концепцию. Ты очень быстро получаешь список вот таких классных книг, которые быстро читаются. Это там 300 страниц. Ты тратишь минимум времени, получаешь максимум знаний, получаешь большой буст. Вот в этом посыл. Дизайн кода. Код — это документация. И тестируем нашу бизнес-логику юнит-тестами. Без интеграционных тестов и моков по максимуму. Дизайн кода. Хорошо, когда код — это документация, и код — это побочный эффект коммуникации, не постановки. То есть еще прикол в кукбуке в том, что разработчик — это эксперт предметной области, и он разбирается в том, что он пишет. Только вы можете разобраться в том, что вам нужно написать и предложить максимально грамотное решение. Не аналитики, не архитекторы. Вы сами. Вот к этому нужно стремиться. И задизайнить архитектуру приложения таким образом, чтобы все было просто и понятно. Без перегрузок на терминологии максимально стараться упростить. Вот эта книга, да, здесь об этом. То есть постарайтесь просто описывать ваши бизнес-процессы, чтобы было понятно. Это можно сделать. И вот пример. Как можно просто описать бизнес-процесс? Слева у нас текстовое описание процесса, чтобы обновить данные абонента, нам необходимо на вход принять непроверенный запрос на обновление абонента и дальше выполнить бизнес-процесс. Проверить запрос на обновление абонента, запросить данные для обновления абонента, запросить текущие данные, сформировать запрос на обновление и отправить запрос. Обратите внимание на код справа. Можно этот код реализовать на многих языках. То есть это пример на Kotlin. Можно на Java и перевести это все в любой другой язык. То есть я старался показать, что это language agnostic тема, но многие у этого всего определения, у такого пайплайна хорошо представлены. Они вообще идут от F-sharp и C-sharp. То есть я научился у ребят совсем из другого, ну как будто бы мира. GVM и F-sharp. Есть важное правило. Базовый кирпичик дизайна нашего кода – это консистентные объекты. То есть мы не передаем null, не возвращаем null и не создаем невалидные объекты. Вот это важное правило. Если его усвоить и продвигать в дизайне кода, то уже не важно. РУП у вас будет, либо вы будете писать бизнес-логику как-то в императивном стиле. Ваш выбор. Но вы обретете спокойствие. О консистентных объектах говорят много авторов по-разному. Без привязки языка, концептуально. То есть это важно. И самое интересное, что при проектировании, при объектно-ориентированном проектировании мы часто трактуем неправильную инкапсуляцию. Инкапсуляция – это то, когда объект гарантирует, что он не будет создан невалидным. И это то, когда данные живут вместе с бизнес-логикой в этом объекте. Это не просто пустой контейнер, где есть геттеры и сеттеры, и мы куда-то пробрасываем постоянно эти пустые объекты, бесполезные, как DTOшки. Не буду зачитывать. Вы все сами прочитали. Там есть ссылки. Объект значения – это такая минимальная величина, кубик, из которого все строится. Паттерн object, value object. Он используется. Я не буду сейчас вас закидывать это там DDD и так далее. То есть вот наша задача – построить консистентные объекты. Как это выглядит? Пример сотворения консистентного объекта. Пример, в котором мы используем конструктор, и конструктор валидирует консистентность. Если данная строка, это у нас примитив, она может быть любой. Соответственно, если строка не соответствует условиям e-mail, адрес электронной почты, мы выбрасываем exception. Так как создается сразу валидный объект, мы можем более сложный объект создать из этих валидных кирпичиков. Очень просто. То есть у вас уже гарантия, что пользователь будет у вас в консистентном состоянии. Давайте посмотрим тест. Потому как мы сразу пишем тест, я не представляю вообще жизни без тестирования. То есть я все время пишу тесты. На любую гипотезу пишу тесты. Но, короче, тесты – это еще отдельная глубокая тема. Есть очень классная книга, в конце вы ее увидите. Чистый и понятный код – просто протестировать утверждение. Но при этом простой и понятный тест не всегда гарантирует, что там у вас под капотом чистый и понятный код. Давайте посмотрим, как выглядит тест нашего адреса электронной почты. Это минимальные такой величины. И там вы дальше можете экспонировать это знание. То есть все мы описываем так. То есть мы создаем с вами новую структуру из типов. На основе примитивов, на основе бизнес-логики. Бизнес-логика у вас зашита уже в код. Код – это документация. Вот, как мы видим, все достаточно просто. У нас есть невалидное состояние, есть валидное. Ну, как бы проверили два состояния. Happy Pass и крайнюю точку. Какой у нас сайд-эффект, если мы используем исключения? Это разработка в стиле go-to все же. Мы прерываем наш плавный поток и пробрасываем это исключение. Дальше у нас логика обработки исключения живет где-то в сторонке. И там, получается, мы смешиваем логику обработки бизнес-логики, ошибок бизнес-логики и какой-нибудь системной ошибки и так далее. У вас немножко расслаивается бизнес-логика. Исключение – это неявный способ работы все-таки с невалидным состоянием. Если вы будете указывать явно, то вам придется использовать try-catch или другие надстройки, там, ломбок и так далее. Ну, в общем, я вижу в этом недостатки. При этом это все моя позиция, не только моя. Ну, просто есть люди, которые против эксепшенов, которые за или допускают их. Как видите, я, в принципе, допускаю их существование, поэтому предоставляю выбор. Примеры сотворения объектов с использованием структуры резалта, который мы уже сегодня поговорили на первом докладе Дениса. Вот, смотрите, у нас есть тот же самый объект значения, который содержит в себе некий примитивный тип, строку. Но при этом у этой строки есть ограничения. Она должна быть строкой, предоставляющей электронную почту. И дальше мы видим, что у нас есть именованный конструктор, фабричный метод, смарт-конструктор, как ни назовите. В данном случае статичный именованный конструктор, emerg, сотворение объекта, на вход приходит строчка. Если она невалидна, мы возвращаем result fail. Если валидна, мы возвращаем result success. То есть result некая такая обертка и даже больше. Тик. А дальше смотрим тесты. Как выглядит тест на это. То есть мы написали, создали кирпичик, создали тесты. Более того, и сразу начинаем из этих кирпичей строить более сложные объекты, которые в себе содержат валидные объекты и какую-то бизнес-логику, которую мы уже отдельно тестируем. Кайф. Достоинства использования result, которые я выделил. У нас честный контракт. То есть когда вы работаете с объектом, у вас есть одна точка создания, в принципе, как и в том методе, но вы видите сразу, что может что-то пойти не так, у вас есть result, и вам нужно предусматривать обработку ошибок. Некое такое ограничение, то есть вы вынуждены предусматривать этот случай сразу, что делать с невалидной ситуацией, да? И скорее всего писать код в стиле pipeline-oriented programming вам будет удобней, да, в неком таком пайпе, но не обязательно. И, конечно же, если вы являетесь техледом, у вас вся команда привыкла к императивному стилю и говорят, Максон, да мы уже 20 лет войти. Мы не будем переходить на функциональную парадигму, но может быть сложно. Часто люди задают вопрос, вот смотрите, value object это как-то сложно. У нас есть класс, который содержит в себе десяток элементов примитивных, и нам сейчас нужно написать вот эти десяток value object и так далее. Ну и что? Это несложно. У вас есть, ваш код превращается в документацию. Более того, когда вы создаете эти элементарные частицы бизнес-логики вашего приложения, вы их легко сразу считываете и видите, какая у вас бизнес-логика. Далее, если вы меняете бизнес-логику, вы меняете бизнес-логику в этих элементарных частицах, и ваш код начинает дрожать рябью ошибок, потому что что-то уже сразу, то есть у вас код не компилируется, дальше вы его апдейтите, тестите, и вот когда вы его собрали, он работает, все, он работает, вы спокойны, это реально работает, но как бы когда я это попробовал, я был прям очень впечатлен. То есть бизнес-логика сама по себе сложная, и как бы, ну да, да. Итак, прекрасный Скотт Влашин, инженер, который вот так просто популяризирует достаточно сложные концепции, потому что под pipeline-oriented programming и railway-oriented programming, там, короче, data flow, функциональная парадигма и так далее, которую, в принципе, можно на пользовательском уровне использовать вот именно в этом ключе. Я рекомендую прочитать эту книгу, пусть она на F-sharp, но при этом она охватывает очень много классных тем, от коммуникации, от того, как описывать процессы и просто описывать бизнес-процессы и код. И она реально очень классно просто читается, как бы zero bullshit inside. Давайте коротко освежим, поймем, что такое pipeline, да, освежим в голове. Итак, это у нас однонаправленный поток. Вот, условно, у нас есть какой-то вход, неважно, там, rest, mq, и дальше у вас происходит какой-то бизнес-процесс, вы выполняете что-то шаг за шагом. Так всегда происходит. Это из серии, там, такое счастливое восприятие, да. Вот. Ноги у этого растут как вариант, ну, не как вариант, да, из Linux pipe'а. Есть такая команда в pipeline, где вы вызываете одну команду, пишете pipe, и передая результат в качестве текстового стримового потока в другую. Другая может преобразовать и так далее. То есть это все время получаешь на вход что-то, преобразуешь, получаешь что-то другое, выдаешь на выход. Вот суть концепции в этом. При этом в наших программах код – это универсальный интерфейс взаимодействия между методами. В нашем случае это result, потому что это удобно. Вот пример кода в стиле pipe'а. Pipe, 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 ну, как бы мы делаем действие, да. Его бенефиты, достоинства этой концепции в чем, да, он способствует компонуемости, то есть вы можете менять местами этапы, это реально легко, что-то добавить легко, что-то убрать, ну, это как бы не суперсложно, при этом у вас весь бизнес-процесс описан вот здесь перед глазами, это круто. Вот. Хорошо вписывается в современную архитектуру? Да, мы используем vertical slice, вот в кукбуке про это, там как раз организация кода по-другому, потому что это суперудобно, и когда я это увидел, я подумал, вот пацаны-то угорят, когда, ну, просто мы все привыкли раскидывать все по слоям, и код разброс, она здесь совсем другая концепция, посмотрите, это крутая тема. Погнали дальше. Как обрабатывают ошибки? Вот как раз мы, когда идем по пайпу, у нас все хорошо, то есть я сейчас просто расскажу, я сам, ну, как, типа, выдумал это, да, когда программировал, мы и в Альфе, и в Газике пишем код в таком функциональном стиле, и я вот сижу и думаю, блин, как бы сделать так, чтобы это все получилось вот как такой вот реально пайп, да, чтобы было просто и понятно, и как раз вот вопрос с ошибками заставлял меня переживать, потому что я думал, ну, ладно, окей, может какой-то контекст, еще что-то, и вот как-то раз случайно на Владимира Хорикова, там его доклад, там ссылка на Скотта Влашина, и ответ, мы используем универсальный интерфейс взаимодействия, это result, да, и здесь вот вы видите, что result – это универсальный интерфейс взаимодействия методов в пайплайне. У нас есть вот validate, update, send, и если что-то пошло не так, у вас все идет по фейл дорожке красной. Если все окей, то вы выполняете бизнес-логику, при этом получая нужную информацию от предыдущего метода. Как это… Вот вам также скриншот на Railway, там и видео, и слайды, это прям, я не знаю, я смотрел вам 120 слайдов, ну как-то тоже пересказывать, мне кажется, там вы подчеркнете полную концепцию 2x умножить за 30 минут. Как это работает в пайпе? Ну так вот визуализировать, я специально привел такой пример, вот у нас request current subscriber, request current subscriber, вот видите? У нас это реализовано уже там в пайпе, то есть в кубуке вы увидите, где-то обернуто в инфраструктурную, такой код под названием, ну как бы реактивщины. Но в сути его в этом, можно очень просто реализовать. То есть если к вам на вход попадает фейл, вы просто пробрасываете фейл на выход, и следующий пайп получает фейл, просто пробрасывается в следующий, точнее, метод, да, и просто у вас фейл провалился и обработался. Ну а также понятно, что в каком-то из шагов вы можете этот фейл как-то обработать, как вам нужно еще и дальше запустить что-то другое. Ну то есть как бы все, что можно, можно делать, была бы фантазия. Также мы пишем статьи, вон с Вадимом про код, который просто писать, делаем рефакторинг грязного кода в пайплайн, если что. Полезный ресурс, который я вам рекомендую. Я просто взял такие свежие книги, стал их изучать и думаю, вот же, вот же, классно. Они пишут очень просто и понятно про важные концепции. Крутейшие вещи, без каких-то перегибов, причем одна. Вторая, здесь вот человек на PHP, но при этом он пишет language agnostic книгу, которая просто про концепции и прям очень крутая, мне очень нравится. Скотта Влашина я вам уже показывал. И принципы юнитестирования Владимира Хорикова. Очень крутая книга, он в математическом таком стиле подал, как нам тестировать приложение. Это отдельная тема. И мы, когда я готовил этот доклад, вот мы с Вадимом сидели, я сразу начал сначала, нет, ну все же начинается с гита, потом с тестов, и мы такие, да, да, как же о тестах поговорить. И, блин, о тестах тоже минут 40, даже за 40 минут не расскажешь. Ну вот, я таким образом постарался вам подать очень простые, но важные кубики концепции, на которых можно построить стильный, понятный код, который будет понятен вам, будет понятен коллегам, который реально легко масштабировать по проектам, который вас не подставит, не выстрелит вам ни в ногу, не подгорит пука, но он реально тестируется максимум юнитестов, что очень круто, из-под капота. Ну, собственно говоря, больше успеваете, больше делаете, больше зарабатываете. Видите, я заговорил как менеджер. У меня все, спасибо. Да, Максим, спасибо. Классный доклад. Ну что, друзья, вопросы? Я вижу, у нас одна рука. Пожалуйста. Здравствуйте. Не первый раз уже слушаю лекцию от вас. Интересно послушать. Вы говорите то, что не используем исключения, но тем не менее, если вернуться на слайд, который Railway, как мы определяем вообще, что что-то пошло не так, без исключения, просто, ну, по сути, завершаем программу или что? Как мы откатимся назад? Почему мы не откатываемся назад, когда что-то пошло не так? Вот, да, ну, смотрите, смотри, да, можно, но ты. Ты, где у нас могут быть ошибки? Ну, они могут быть в бизнес-логике или где-то в взаимодействии с инфраструктурой, I.O., да, там, операции. Ну, то есть ты вызвал REST, он тебе брякнул, говорит, я там не работаю, не знаю, сеть отвалилась, еще что-то. Ты в данном случае в коде внутри, то есть у тебя предусмотрено, ну, к примеру, что сделать там фреймворк на Java, он тебе выкинет exception, конечно же, да, но ты в вызове, ты делаешь там gateway некий, да, там API, который вызывает внешнюю систему, ну, там REST API, и там под капотом ты try-catch этот exception, оборачиваешь его в result, то есть ты просто немножко прорабатываешь инфраструктуру таким образом, что все виды взаимодействия или все функции, методы, короче, которые как-то взаимодействуют, могут зафейлиться, возвращают result, и все. То есть понятно, что там под капотом оно есть, это исключение, ты его просто поймал, обернул и вернул, но у тебя один пайп наверху, точнее внизу, или в самом верху даже, там, где ты вызываешь его, да, он у тебя будет уже обрабатывать эти исключения, то есть у тебя будет единая точка входа, вот прям, да, этих, ну, ошибок, и ты дальше преобразуешь их, ну, к примеру, в случае там REST сервисов в понятный какой-нибудь ответ, дальше откидываешь куда нужно. Более того, у тебя там может быть еще отдельный пайп, ну, и в серии тебе прилетела ошибка, а дальше ты должен эту ошибку откинуть в лог, откинуть какой-нибудь, ну, не знаю, в месседж какой-нибудь, да, там, ну, как бы куча вариантов. Тогда еще вот, если все эти структуры, методы такие обалденные, ну, получилось ли их внедрить, условно, в Газпромбанке, и если нет, то почему, какие… Это все, да, я почему хожу, ну, то есть я как бы не верю, смотрите, я не верю в такое программирование ради программирования, типа чистый код ради чистого кода. Ну, как бы это какая-то штука, на которую я не заработаю, которую я не смогу адаптировать, и да, получилось, мы разрабатываем так сервисы в там серьезной системе цифровой рубль, и дофига, более того, я не рассказал про такие штуки, у нас вот аналитик, например, да, с опытом C-Sharp работы, и он перешел, стал тишейпиться в разработку, и он по кукбуку за месяц два сервиса нафигачил, причем классные, да, у тебя сразу все там с тестами и все, то есть эта штука проверена уже больше двух лет практикой, и реально сервисы крутятся на проде, ну, то есть, и много, ну, как много, три команды здесь, там одна команда, уже четыре команды, там до 20 человек, это чисто разработчиков, там команда больше, да, у нас команда, если так, 30 человек, айтишка, к примеру. Ну, вот еще прям последний вопрос, то есть, вот первый лектор нам рассказывал, что всегда возникают какие-то, там, от продукта прилетают какие-то неожиданные запросы, и, ну, вот, нам условно нужно срочно выкатить какой-то новый релиз, фичу, пофиксить что-то, и у нас не выходит, ну, прям писать вот в таких стилях, нам нужно условно зациклиться на скорости, но не на красоте кода никак, нам нужно, ну, как можно скорее, там, уменьшить риск чего-то. Что может быть, вот что может быть быстро? Ну, вот я, например, привел пример, что человек неделю изучает, дальше пишет код, то есть, и вся сложность состоит уже в самой бизнес-логике. Ну, то есть, да, это вот процесс осознания самой бизнес-логики. Либо человек-аналитик, да, за два месяца тебе написал два сервиса. Быстро это? Мне кажется, это быстро. Ну, то есть, опять же, если ты начнешь это привносить, ну, да, и какое-то время я потратил, сидя ночами, как бы, за бесплатно, переписывая какие-то сервисы сам, да, чтобы потом это дальше продвинуть, да, но это, как бы, стоило того, и более того, я это делал не ради какого-то чистого кода, да, тестами, потому что вот я там есть статьи, где я там, я же все это сделал из-за того, что я огребал, я огребал в тестах, я огребал в грязном коде. Ты, как бы, это дерьмо, которое там в ГИТе тащится постоянно, да, ты больше потом в итоге тратишь время на его поддержку. То есть, вот тот пример, где я засел в хинже и говорю, какой хинже написали разработчики, это реальный кейс из жизни. Когда ты приходишь реально как опытный разработчик, да, и думаешь, да я сейчас там одно поле, ха, там, типа, я угадаю за три часа, сейчас вам все сделаю, еще волью. И ты четыре часа только разбираешься, да как же тут теперь это влить. То есть, вот эта цена плохо структурированного кода, то есть, и она как бы по бизнесу бьет. Более того, есть в книгах эти графики, то есть, они пишут и Мартина Фоллера, и Роберта Мартина, то есть, это инвестиция в будущее, да. Да, то есть, на перспективу закидываем, что у нас потом. Да, да, и более того, у нас руководство это понимает, у нас выделяется там 30% на бэклог. То есть, бэклог – это важная штука. Ты сейчас перерабатываешь что-то, вот у нас был пример, да, некоторые сервисы скатились в этот Bloody Hell Mass, да, там, и так далее. И мы чуть приустановили, как сказать, чуть запаузили дальнейшее развитие, чтобы разгрести это так называемое кодовое дерьмо. Да, мы сделали рефакторинг, и дальше эта вся телега будет двигаться намного быстрее. То есть, это такие уже, ну как, чуть ли не математически доказанные штуки, они реально работают. То есть, это важно, потому что бизнес в итоге, да, он скажет тебе, ну, не, не, вот не надо, давай завтра, давай еще, давай быстрее. Ты напишешь десяток сервисов, а через год вы будете деплоить фичу уже не неделю, а три. И вот, как бы, считай. Хорошо, спасибо за подробный ответ. Да, спасибо. У нас еще один вопрос из зала. Нет, нет, прошу прощения, вот тут молодой человек держал намного дольше руку. Давайте ему задам, дадим вопрос. И те, кто смотрит нас в онлайне, пожалуйста, тоже задавайте свои вопросы, потому что пока из онлайна вопросов нет. Я все жду, жду, когда у меня тут в айпаде появится. Итак, прошу. Ладно, я тут чуть позже сфотографирую. У меня такой вопрос. Вы рассказали про pipeline, и все же у меня такой вопрос. А не делает ли это монотонно? Вот вы, к примеру, показывали email-адрес, как реализация пайпов, проверок и так далее. Но представим, у нас не только данное поле будет использоваться. Хорошо. К примеру, у нас для пользователя там 17 свойств, которые нужно учитывать, проверки и так далее. Не делает ли это уже тогда код монотонным? Ну, представим, у нас уже пайп будет составлять из 100 строк. Хорошо. У нас теперь получается, что множество ссылок на разные файлы. Это уже как спагетти код похоже. Нет, это не… Ну, как… Если у тебя, ну, смотри, ты же говоришь, что у тебя класс, условно, пользователь, у тебя там 17 каких-то атрибутов у пользователя. И вот каждый этот атрибут, это никак не связано с пайпом. У тебя просто этот класс создается валидным из 17 валидных кирпичиков. А дальше как там именно у тебя… Пайп – это про бизнес-логику. То есть про то именно, как ты обрабатываешь, как ты создаешь эти валидные объекты. Потому что, ну, как бы, вот это же не сразу у тебя получается этот пользователь. Ты должен получить какой-то запрос, ну, к примеру, на создание. Потом как-то агрегировать данные, собрать их. Да, и вот у тебя на каждом этапе ты создаешь его, ну, как из валидных кирпичиков. Это все в пайплайне как бы режется. То есть это не какой-то там у тебя супер объект. Вот как раз, ну, и в кукбуке, я об этом говорил, и в книге расписано, как там domain model made functional way, да, там, где ты разрезаешь state-машину на много таких, ну, как атомарных состояний и тестируешь их отдельно. То есть нет, это, ну, как, нет, это не про спагетти. А тогда не делают ли бесконечное использование пайпа код монотонным, то есть повторяющиеся они, те же строчки? Ну, как один сказал, классный инженер, бэкэм должен быть монотонным и скучным. Ладно, с этим я не могу поспорить никак уже. И вторая, эта просьба, которую я хотел вначале, я не успел. Можно, пожалуйста, идти про верстатьи? Я не успел сфотографировать, вы пролистали слишком быстро. Да, сейчас, где же они? А вот, нет. Нет, дальше, дальше, дальше. Вот, вот эти вот. Да, и, пожалуйста, давайте дальше двинем микрофон. Еще один вопрос, можно? Там еще кукбук сам скачает, там как раз ты поймешь, в чем фишка. Ну, он такой простой, но, мне кажется, хороший. Плюс я еще работаю над таким, где мы будем работать с персистенцией, то есть это отдельная будет тема, потому что возникают вопросы, но тоже интересные, да, но в этом же ключе. У меня еще один небольшой такой вопрос. Вот, мы на самом деле пытаемся написать более оптимальный код, нежели чем чистый. И вот как с вашей точки зрения коррелируют понятия чистого кода и оптимальности? Если даже возьмем самый примитивный пример сортировки, можно написать сортировку за N квадрат, но чистым кодом, а можно за Nлок N, но тоже чистым кодом, да? Вот как бы вы привлекли какие-то, может, случаи интересные? Нет, это такой хитрый вопрос, подожди. Как там? Все зависит от всего. То есть есть же какие-то сложные алгоритмичные задачи, и если тебе прям нужно супер, как там, победить в производительности, да, это может быть, это есть там прям целое… У одного инженера подгорел пукан, и он писал, что вы со своим чистым кодом меня задолбали, да, и вот тут есть производительные вещи, которые можно написать вот очень просто, ну, как будто бы грязно. Ну, да, пожалуйста, почему нет? Возьми это, сделай. Ну, это не грязно просто, это в угоду какой-то суперпроизводительности, там, реал-тайм-системы. В бизнес-задачах часто такого нет. В бизнес-задачах важна понятность и простота, чтобы это можно было легко поддерживать, передавать людям, да, и как-то, ну, дальше апгрейдить, да, ну, дальше развивать продукт. И вот здесь как раз, если у тебя нет строгой системы такого понятного кода, да, ну, пусть он как бы вот монотонный и скучный, тебе будет очень сложно дальше это развивать. То есть у вас там появится хаос, одни будут так писать, другие эдак, и в итоге придет человек, который скажет, я вообще ни черта не понимаю. Спасибо, но все-таки некоторые паттерны так или иначе приводят к оптимальности. Тот же полиморфизм, у него вообще бывает четыре вида. Там делятся на universal и ad hoc, universal через дженерики, да. Я что-то немного плохо слышно, если честно. Так лучше слышно. Давай погромче, если можно. Все-таки некоторые паттерны приводят к оптимальности, с этим поспорить нельзя. Например, если мы возьмем там ОП, да, полиморфизм, его бывает четыре вида. Словно мы делим там на universal и ad hoc. Universal, он реализуется у нас через outriding и через generics. То есть это нельзя выкидывать. У меня вопрос немножко в другом. Вот зачем мы пишем такие большие книги по частоте кода, если реально, которые пригождаются, которые приводят к оптимальности, и которые стоит использовать, их там в два раза меньше, чем написано. Так, а знаешь что, мы с тобой сейчас зарубимся, поговорим. Ну то есть смотри, да, есть какие-то паттерны, которые можно не использовать в угоду производительности, и там, не знаю, даже не обязательно полиморфизм использовать тот же, да. Можно вообще его не использовать и делать иммутабельными. Ну класс, и это будет круто. И более того, даже, ну и не мешает никак производительности. Короче, такой вопрос, ну как, это отдельный разговор, мы можем продолжить об этом говорить. Хорошая тема для дискуссии. Хорошая тема для дискуссии за Джином с Тоником. Итак, последний вопрос мы возьмем. Да, пожалуйста. Спасибо за доклад. Я Анетта, автор канала в телеграме DWFM. Такое замечание небольшое, иронично, что линуксовый пайп, про который вы говорили, он чисто текстовый, а в стиле пайплайнов он вот у вас свелся к такому интересному объекту, что ближе к пауэршелловскому варианту. Вопрос такой, вот продолжая вопрос оптимальности и накладных расходов. Если пайплайн становится длинным, то дополнительные накладные расходы на тот факт, что у нас каждый раз, даже если пайплайн нужно уже закончить, пайплайн будет продолжаться все дальше, дальше и дальше. Есть ли такие накладные расходы, и по вашей практике средняя или максимальная длина пайплайна в штуках элементов какова? Средняя, средняя, не знаю, 7, можно 10, можно 20, и в целом это даже с точки зрения производительности ерунда, то есть если ты по фейлу пойдешь, ну условно сколько будет тиков, не так много. Факт. Просто если речь про там десятки или сотни пайплайнов, то вопрос становится более животрепещущим. Спасибо. Да, но здесь как раз вопрос, когда он животрепещущий, это вопрос декомпозиции, того как вы можете это все разделить. То есть если вот прям у вас какой-то бизнес процесс идет и там 100 шагов, то, ну кажется, что можно упростить. Факт. Да. Спасибо. Да, спасибо. Итак, подарочки. Максим, пока выбирай самый понравившийся тебе вопрос. Ой, блин, я забыл. Так а мне много вопросов-то понравилось. Так что ж такое? Надо было тебе сказать сразу, будь внимателен, выбирай лучший вопрос. Их же много было? Да. А какие были, ты помнишь? Был вопрос про оптимальность, был вопрос про длину пайпа, был вопрос про ошибки, да, и все, начинаю вспоминать, да, помню ошибки, что же мы делаем с эксепшенами, оптимальность, так, тут борьба интереснейшая, прям холиварная про чистый код и оптимизацию. А давай про чистый код и оптимизацию, потому что я прям, помню, сижу такой думаю, ах ты инженер, он там пишет игру, есть такой, знаете, может быть, чел, ну ладно, может быть, скину потом, и вот он там как раз, гребаный ваш чистый код, ну как бы такая-то, на мой взгляд, это крайности, если честно, да, тут надо понимать, что иногда понятное, оно реально намного круче, и как бы мы же пишем код для людей, в этом и прикол, то есть вся эта тема в том, что ты пишешь код для самого себя, допустим, через три месяца, и порой, если ты меняешь контекст, то ты, когда заходишь и начинаешь там искать вот эти все, ну, понимать себя, у тебя могут возникнуть вопросы прежде всего к самому себе, типа, Макс, ты это что вообще сделал-то, вот. Значит, про чистый код и оптимизацию, это, видимо, девушка, которая задавала этот вопрос, прошу на сцену. Ну, много было вопросов-то классных, блин, тут вот выбор-то… Выбор-то сложно всегда. Да, друзья. Спасибо. Максим, это тебе. Подарок от нас. Спасибо за твое выступление. Спасибо. Я думаю, так, что там… Так, окей. Токен власти забираю, да, спасибо. Спасибо.